Всем привет! Сегодня пришла ссылка на регистрацию в Skylord, там ссылка была на Play Market, я вам ее оставлю в описании. Что кто не проходил предрегистрацию, могли, наверное, перейти по ней и скачать игрушку. Два у нас вот противобольствующих фракции, две противобольствующие фракции. Легион Альянс, я выбрал легиончик. А нам нужно убить что ли дракончика этого. Нет, пишет неподходящая цель. За каждую фракцию у нас доступно три расы и на каждую расу доступно пять фракций. Есть гендерное разделение, то есть вы можете выбрать мальчика или девочку. Также есть там какая-то кастомизация листа, около пяти выражений лица или головы. Передвижение тапами, автобой, ну как вам сказать, ну вы жмякайте на противника, начинает сама атаковать, сама отступать. Не знаю, как это будет выражено, конечно, в пвп, ведь тут нам обещают пвп. Есть тут своеобразный автоквестинг, то есть вы когда нажимаете на него, но он вас не ведет к квесту, он вам показывает вот такими на полу штучками, типа куда бегать. Не дошел я пока до хваленой, типа системы прокачки, которую я догнал вас индивидуализировать. Пока, соответственно, так играю, смотрю, че как, че почем. Ага, давай веди меня, веди. Игрушка нетребовательная, но, кстати, оптимизирована под современное устройство, потому что у меня вот телефон с каплевидным вырезом. И игрушка у меня сейчас запускается, прям полностью заливает весь экран. С вырезом играю, в принципе, нормально. Забрать награду, но потихоньку мы одеваемся, и, кстати, шмотки у нас отображаются. Кольцо, разумеется, не отображается, но вот плащик у нас отобразился на персонажа, вот такая у меня, по-моему, че-то типа нежить, или еще что-то, а, еще что-то нам хотят тут. Таланты, вот это уже хорошо. Залп. Типа, еще учатся, а можно еще и быстро ускорить, ну, нифига себе. А это у нас что такое характеристика? Время изучения, 30 секунд, максимальное здоровье, и мастерство плюс 7. Ну, давай изучим. Кстати, как вы можете заметить, изучение идет не сразу. А, ну, как бы, я не знаю даже, что же реализовывать, типа это реалистичнее, что ли, не решили добавить? Ведь все же понимают, да, что навыки как бы не сразу там появляются, они изучаются. И тут тоже такое сделали, что, типа, изучаешь навыки. Таланты, что это у нас такое? Скоро, Скайлор является источником безграничной силы и единственным известным способом заполучить ее накопление знаний. Ну, это хорошо. Знание, это, как говорится, сила. Так, убить какого-то кренделя. Давай убьем. Ух ты, залп. Ага, нужно и тапнуть. Понятно. Ну, то есть, по применению скиллов пока авто я не вижу. Как бы обычно, так и да, она атакует сама. Конечно, у меня было, наверное, побольше надежд на данную игру. Ну, пока нормально, пока нормально играется. То есть, более-менее занятненько. Да, кстати, приятно то, что все русифицировано. У нас тут, походу, есть какая-то такая характеристика, мастерство. Так, это у нас что? Это у нас серьги, ладно. Я думаю, просто может шлем почему не отобразился. Куда бежать? Сюда бежать. Пока мы тут бегаем, смотрим, перемещаемся по локациям. Есть тут танки, есть хилы, есть как бы мили-дд, рейндж-дд. Какой-то чувачок теневой. Надеюсь, ребятки, кто по вчерашнему видео переходили при регистрации, вам тоже пришла ссылочка. Вы скачали, поиграйте. Но игрушка, я вам скажу, для нетребовательных устройств. То есть, как бы там заявленная... Апни сюда. Заявленная системная интерьера. Там вообще, по-моему, 1 гигабайт оперативки. То есть, на 2-3 летней давности телефонах игрушка пойдет почти спокойненько. Опять надо убивать. Да, то есть, допустим, как у Redmi 4X или прочее. Но конечно, на Snapdragon 625 пойдет без проблем. Я думаю, даже на 425-439 Snapdragon тоже игрушка будет летать. Да, я хочу забрать наградку. Что такое-то? Мне нужно обратно в город. Ну, это как бы первый обзор, первые впечатления. Ну, не вау, но и не фу. Сейчас, конечно, очень мало игр, которые, не знаю, могли бы, наверное, конкурировать с Dragonest. Там все-таки Dragonest по боевке. По системе PvP, по прохождению рейдов. Сейчас очень сильно, конечно, вытягивает остальные игры. Потому что, ну, согласитесь, я не знаю, до Диабла пока выходит один шлаг. Я тоже очень жду Диабла. Жду я его прям давно уже. Но пока что-то никаких слухов, ничего нет. Интересно было бы, конечно, в него поиграть. Надеюсь, она будет не платная. Если будет платная, то хотя бы недорогая. Там, ну, в пределах, ну, 400 рублей. Я думаю, мне будет не жалко за херачить за данную игру. Тем более, это же игрушка от Близзов. Ах вы гады, гады. Атакуют меня. Что-то я вам скажу, это урончик-то маловат. А, типа, нахер с ними драться, да? Победители Ментали с помощью охладителей. Так, нам нужен еще один охладитель. То есть у нас тут задача не бить босса. А включать охладители, чтобы они его херачили. Ну, тут, конечно, лучше кто-то в тобой просто как бы не затащит. А почему охладители его не бьют? А, типа, все, что ли? Ну, пока играется более-менее нормально, живенько. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. По игре, по ситуации пока. Ходим по квестам, по начальным. Что такое? Что они постоянно... Вот их вообще можно убить, нет? А, их стражники тут лупят. Нормально. Так, не надо агриться на все. Опять свалим. Ну, кое-что, много переходов из города в город. Я думаю, надо, наверное, посмотреть. Тут вообще что по системе есть. По сумочкам. Вот у меня горит инвентарь. Что-то я заслакал. С кем мне надо поговорить? А дальше надо бежать. Ну, конечно, то, что таповое передвижение, мне, конечно, не... Ну, это лично мое мнение. Это, конечно, неудобненько. Удобнее было бы, конечно, джойстиком перебегать. Так, с кем поговорить-то надо? Ага, нашли чувачка. Достичь уровня 5. Ну, капец, блин. Типа, а дальше, ребята, как хотите уже, да? Так. Ага. Ага. Новый уровень. За что? Неизвестно за что. Перчатки странника. Ну, давайте оденем. Так, ладно, давайте почитаем, что ли. Так, 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 так. Желать лучшего. Если можете оставить подходящие доспехи оружия, то станете намного сильнее. К тому же вам следует уделить внимание тренировкам. Если всерьез займетесь развитием своих способностей, то можете приятно удивить неприятелей. Так. Помогать горожанам надо. Ага, тут сейчас будем квестики-то где-то искать. То есть нам нужно самим тут искать квестики. А чего у этого оружейника есть? Лук. Хороший лук. Нет, стрёмный лук. Вот тут у нас на мини-карте показывается, где можно нарулить квестик. То есть главный хрен. У нас, говорит, типа, извини, дружище, но ты дричь. А пока дричь, ко мне не ходи. Но как только ты прокачаешься... Походу придется так, связка зелий. Походу читать квесты придется. Потому что автовыполнения тут нет. То есть как бы сам добежал, он сам купил и сам добежал. Тут вам надо будет делать все своими ручками. Шаловливыми. Типа все, что ли, квест? Нет. Подождать. Сколько ждать-то? Это что за хрень путевая точка? Так. Третьего уровня у нас пока. Что-то, походу, здесь за... Как бы снаряжением тоже, тоже у нас... Добавляется опыт. Так, где-то здесь квестик у нас. Ага. Так, ребята, я считаю, что... Ну, тут нужно читать квесты. Иначе вам придется по несколько раз бегать и возвращаться обратно. Ну, не такая казуальная игра. Как многие, наверное, подумают. Все-таки здесь нужно думать, нужно бегать. Сейчас сделаем квестик. Потом я посмотрю, наверное... Так-так-так, а слежение квеста где? А, вот же у нас. Мэр Эмбера. Это, короче, какая-то... Тролиха. Гоблинша. Мастерство отражает боевую мощь персонажа. А-а-а, все понятно. Это типа наша мощь. Мастерство. Бегаем-бегаем по квестикам. Ну, вообще, игрушка так немножко занятненькая. То есть, можно в нее позалипать. Добыть таинственный токсин. Чё, кого... Кого... Кого убить? Асу убить? Аса дай мне токсин. Ещё, что ли, Асу убить? Ну, для 2D-шной графики, в принципе, очень даже ничего. Чуть, по-моему, я херней занимаюсь. А-а-а, да попробуем сдать. Или типа ещё не с каждого... Не с каждого падает. Несколько оста надо убивать. Так. Ага, 3 штуки нам нужно. 3 штуки токсинчика. Вот видите, квесты тут надо читать. Надо. Прикинь, гад забрал мою добычу. Вот эта оса должна быть моя. Так. Так. А поговорить нам нужно не с этим. То есть тут квест ещё и цепочкой фигачит. Как говорится, мелочи приятны. В самом городе есть ещё локации, домики, в которые вы тоже попадаете, когда войдёте в них. И в них тоже есть NPC. Профессор, профессор. Давай-ка, профессор, раздуплимся с тобой, да? Посетить таверну. Ну, долгие квесты, долгие. Я-то думал, сейчас быстренько квест завершу. Ну, и похоже, там какие-нибудь основные моменты. Чатики и прочее. Ну, пока что-то не до этого. Пока бегаем по городу. Смотрим на других игроков. Почему-то имена, имена у всех на английском. Возможно, русские имена не поддерживают. Но зато есть полностью русификация. Это, конечно, очень приятно. Нифига себе. Тут у нас разборочки. Какие-то бухачи, синеботы. Кто-то тусит. Ну, в таком олдовом стиле игра выполнена. Че, ты тоже нам хочешь? Ладно, это все понятно. Так. Так. 70 броня, 77 броня. Оделись мы. Зачем у нас эту броню показывает? Чат у нас. А, у нас постепенно по уровню открываются какие-то возможности. На 15-м нам откроется максимальный уровень. А, 15-й уровень здесь максимальный. Ну, нифига себе. То есть прокачаться можно будет довольно быстро. Тут у нас есть чатик. А это у нас письмишко. Что нам дали в сундучке? Нам дали наручи. И постепенно у нас растет мастерство. На 4-м уровне будет достигнута арена. Ну, в общем, я, ребятки, думаю, в данную игрушечку я порубаю. И потом, как-то, не знаю, покороче выпущу видос там с итогами и с прочим. А так, игрушка довольно прикольная, интересная. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ссылка на игру будет в описании. Кому пришла ссылочка на почту, заходите, играйте. Рексис. Прямо с сегодняшнего числа она стала доступна. Пишите комментарии, что вообще думаете о таких играх, которые выходят в 2019 году. То есть выходят они довольно простенькой графики, но для большинства телефонов. В общем, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok